Своё становится всё дороже. Цены на недвижимость в России стремительно растут. Причем речь идёт и о квартирах, и о земельных участках под строительство. Даже аренда квартир дорожает, пишет Комсомольская правда. Ситуацию на рынке недвижимости изучила Елена Шарыгина. Лена, получается, тем, кто хочет привлечь недвижимость, нет варианта сэкономить? Действительно подорожало всё. Придётся платить больше даже тем, кто живёт на съёмной квартире. Но к этому вернёмся позже. А сейчас разберёмся, что происходит с ценами на землю. Вообще, на весь рынок недвижимости влияет ключевая ставка. Её, как посчитали эксперты, за последний год поднимали пять раз. Естественно, это отразилось на ценниках. Ещё одна причина, по которой земельные участки стали дороже, это спрос на них. За последние несколько лет многие пришли к выводу, что дом лучше квартиры. А все мы знаем, что происходит, когда растёт спрос. Первое – это увеличение доли индивидуальных домов в структуре жилищного строительства. Это первое. Доля увеличивается, спрос на землю увеличивается. Соответственно, стоимость земли растёт. Второе – это дефицит земельных участков, готовых под застройку. А почему так сильно подскочил спрос на землю? Тут практически все эксперты единодушны. Дело в льготной ипотеке. Дело в том, что введение особых условий на жилищный кредит в итоге привело к тому, что цены взлетели. Если совсем просто, застройщикам невыгодна такая ипотека, поэтому они начали продавать квадратные метры дороже. Сейчас условия льготной ипотеки ужесточили, получить её сложнее. Но цены остались на прежнем уровне. Этому есть своё объяснение. Ставка и инфляция. То, что строится, оно будет достроено и будет введено в эксплуатацию. Да, было некоторое замедление после этого по выводу новых объектов. То есть в прошлом году мы вывели, потом был какой-то период, когда была подготовка. Ну и в этом году, наверное, объекты снова появятся. Наверное, появятся в меньшем объёме. Почему? Потому что некоторое охлаждение рынка за счёт регулятивных мер, оно всё-таки произошло. Если цены на своё жилище так кусаются, то что с арендой? Это коснулось и арендаторов. Цены тоже выросли. Это связано с тем, что меньше людей могут позволить себе купить жильё. Соответственно, они заходят на рынок аренды. И это произошло в тот момент, когда ключевая ставка достигла 16%. Соответственно, люди, которые были бы готовы платить за ипотеку, переходят на арендное жильё, потому что это менее ответственно, чем, допустим, платить 15-20 лет ипотечный кредит. Поэтому аренда жилья растёт везде. Но основной уже скачок её произошёл. Что эксперты говорят, какие прогнозы? Конечно, шансов на то, что жильё станет дешевле, практически нет. Более того, возможен дальнейший рост. В соответствии с инфляцией и ключевой ставкой. На земельные участки, кстати, цены, может быть, даже снизятся. Но только из-за сезонности. Лена, спасибо большое за информацию. Мы двигаемся дальше.